Луково, город Тамбов. Читает Волович Василиса. Юрий Яковлев. Игра в красавицу. Руководитель Елена Бурлако. Мы любили свой двор. В нём никогда не было скучно. К тому же, мы знали множество игр. Были у нас игры из собственного изобретения. Например, игра в красавицу. Неизвестно, кто придумал эту игру, но она всем пришлась по вкусу. И когда наша честная компания собиралась под старым тополем, кто-нибудь обязательно предлагал. Сыграем в красавицу. Все становились в круг, и считалочка начинала перебегать с одного на другого. Эне, бе, нерес, квинтер, контер, жес. Мы почему-то любили, когда водила Нинка из седьмой квартиры, и старались, чтобы считалочка кончалась на ней. Теперь мы вспоминаем, что Нинка из седьмой квартиры была на редкость некрасивой. Но мы этого не замечали. Мы проживали в том справедливом неведении, когда красивым считался хороший человек, а некрасивым – дряной. Нинка из седьмой квартиры была стоящей девчонкой. Мы выбирали красавицы ее. Когда она выходила на середину круга, по правилам игры, все начинали любоваться. Каждый пускал в ход вычитанные в книгах слова. «У нее лебяжья шея», – говорил один. «У нее коралловые губы, у нее золотистые кудри, у нее глаза синие, синие, как море». Нинка расцветала. Наши слова превращались в зеркало, в котором Нинка видела себя красавицей. Однажды в наш двор переехали новые жильцы, и во дворе появился новенький. Мы его подозвали и предложили сыграть с нами в красавицу. Он не знал, в чем дело, и согласился. Мы переглянулись и выбрали красавицей его. Но как только речь зашла про лебяжью шею и коралловые губы, как он густо покраснел и выбежал из круга, мы посмеялись и крикнули вдогонку. «Сыграем и без тебя!» Но когда снова встали в круг, Нинка неожиданно попятилась. «Я тоже не буду». И всем сразу расхотелось играть. Мы заскучали, а Нинка приблизилась к новенькому и сказала, «Когда играют в красавицу, всегда выбирают меня». «Тебя? Почему тебя? Разве ты красивая?» «А меня выбирают». «Да ты бы лучше посмотрела на себя в зеркало!» Он приказал ей посмотреться в зеркало. Нас не интересовало, какие у нас носы, рты, подбородки. Куда торчат волосы, где вскочил прыщ? Нинка знала только то зеркало, которым были мы для нее, когда играли в красавицу. «Она верила нам». Этот тип разбил наше зеркало. И вместо живого, веселого, доброго появилось холодное, гадкое, злое. Нинка впервые в жизни пристально взглянула в него. Зеркало убило красавицу. В тот вечер шел сильный дождь, дул сверлящий ветер, а Нинка из седьмой квартиры стояла под окном новенького. Зачем ей понадобилось стоять под его окном? Мы кричали ей из-под воротни, но она не шла. Потом мы увидели, как к Нинке подошла ее мать. Она долго уговаривала девчонку уйти. И, наконец, ей удалось увезти Нинку из-под дождя в подъезд. Потом мы услышали, как она сказала, «Посмотри на меня, я, по-твоему, красивая!» Нинка посмотрела на мать и ничего не увидела. «Разве мама может быть красивой или некрасивой?» «Не знаю», — созналась Нинка. «Тебе пора бы знать», — жестко сказала Нинке на мать. «Я некрасивая, просто дурная! Нет-нет!» — вырвалась у Нинки. Она крепко сжала мамину руку и заглянула ей в лицо. «Мама, давай с тобой сыграем в красавицу. Я тебя научу. Ты просто стой и слушай, что я буду говорить». И она тихо, одними губами, стала произносить знакомые слова «Из нашей игры». «У тебя хлебяжья шея, У тебя коралловые губы, У тебя золотистые кудри». Потоки дождя тянулись из невидимых туч, Под ногами разливались холодные моря, И все железо города гремело и грехотало. Но сквозь сверлящий ветер, Сквозь пронизывающий холод Темной осенней мглы Живой, теплой стройкой Текли слова, заглушающие горе. «Мама, у тебя лебяжья шея, У тебя коралловые губы, У тебя глаза синие, как море». Аплодисменты.